Всем привет! С вами Кинолист и сегодня у нас краткий пересказ фильма «72 метра». Поехали! Офицеры ВМФ, капитан лейтенанты Пётр Орлов и Иван Муравьёв служат на ДПЛ «Славянка» уже давно. Когда-то они были лучшими друзьями. В 1986 году вместе прибыли в Севастополь для прохождения службы. Там же встретили красивую девушку Нелли и оба влюбились в неё с первого взгляда. Нелли выбрала Ивана и тогда дружба офицеров дала трещину. В 1992 году, после развала СССР и раздела Черноморского флота, экипаж «Славянки», отказавшись принять украинскую присягу, был переведён на Северный флот. С тех пор и жизни служба идут своим чередом. И очередной выход в море – боевые плановые учения. Командир экипажа, капитан первого ранга Геннадий Янычар, оглашает поставленную задачу. Уничтожив торпедной атакой флагманский корабль условного противника и уйдя от последования, подводная лодка должна на время исчезнуть из поля зрения и остаться незамеченной в течение 24 часов. На борту также присутствует гражданский врач Черненко. Никто в учебном центре не знает, в какую сторону будет двигаться подлодка, и никто не предполагает, что во время учений произойдёт катастрофа. Волны от взрывов растревожили спящую со времён Великой Отечественной войны морскую мину, которая медленно тронулась навстречу славянке и взорвалась у её левого борта. В результате чего подлодка затонула и легла на грунт на глубине 72 метров. Незатопленными остались лишь несколько отсеков. При взрыве гибнут несколько членов экипажа, в том числе командир Янычар, Черненко, Орлов и матрос молодой оказываются в полузатопленном отсеке. Но им удаётся, перемещаясь по всем отсекам затонувшей подлодки, попасть в отсек Ивана Муравьёва, где находятся и другие оставшиеся в живых члены экипажа. Подводники ищут способ спастись и решают выбраться спасателем снаряжения подводника через торпедные аппараты. Но выясняется, что из-за халатности старшего мичмана Крауза исправен лишь один изолирующий дыхательный аппарат ИДА-59. Крауз пытается покончить с собой, но сослуживцы его обезоруживают. В итоге команда принимает решение отправить наверх Черненко. Он должен установить спасательный буй в южку, чтобы отметить местоположение Славянки. И выбравшись на берег, сообщить о катастрофе. В итоге Черненко выбирается на берег и бежит к городу. А членам экипажа Славянки не остаётся ничего, кроме как ждать спасателей. Но прибудут они вовремя или нет, остаётся неизвестным. Фильм имеет открытый финал. А с вами был Кинолист, и у нас был сегодня краткий пересказ фильма «72 метра». Если вы хотите узнать другие фильмы, другие пересказы, заглядывайте на наш канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.